что что такое экономические проблемы социализма в ссср сначала хочу вам рассказать почему они возникли значит это если кто-то считает что это отдельная работа но это не отдельная работа вот а это несколько работ а точнее их четыре входят сюда в этот блок экономических проблем это первое наиболее крупное это замечание по экономическим вопросам связанным с ноябрьской дискуссии 1951 года вторая ответ товарищу ноткину третье об ошибках товарища ярошенко и четвертое ответ товарищам саниной и венджеру вот четыре такие работы в принципе самостоятельная но возникли они как раз по поводу по одному и тому же поводу что в пятьдесят первом году значит возникла дискуссия в ноябре по поводу учебника нового учебника который был предложен учебник политической экономии вот и в связи с этим с этой дискуссии сталин вот в этих четырех работах высказал свои замечания и пожелания вот и первую эту работу которая входит сюда в блок который был назван экономические проблемы социализма в ссср это одна из самых последних работ его ссср и он еще вот во всяком случае крупно это последнее некоторые даже считают что это было его завещание вот некоторые так оценивает эту работу потому что буквально получается что он пятьдесят втором году это все значит написал и опубликовал закончил это где-то в сентябре пятьдесят второго года а как вы помните 5 марта его не стало его не стало и связи с этим вот он предваряет вот эти замечают первую работу свою замечание по экономическим вопросам связанным с ноябрьской дискуссии пятьдесят первого года и предваряет тем что вот получил предложение по улучшению проекта политической экономии и предложение по устранению ошибок и неточностей в этом проекте и вот по этому материалам я считаю нужным сделать следующие замечания и вот эти замечания у него вылились в 10 глав в 10 глав вот предлагаю сегодня первую из десяти довольно внушительную главу и обсудить с вами значит называется она вопрос о характере экономических законов при социализме это первая глава начинает он с того что говорит как бы вот дискутируя с теми кто значит участвовал в этой дискуссии ноябрьской и говорит что некоторые товарищи отрицают объективный характер законов науки особенно законов политической экономии при социализме то есть отрицают что эти законы отражают какие-то закономерности совершающиеся независимо от воли людей и считают что ввиду особой роли которая история предоставила советскому государству то она может как бы существующие законы в политической экономии отменить может сформировать новые законы или создать новые законы и вот на это на такие мнения он говорит что эти товарищи глубоко ошибаются они как видимо смешивают законы науки отражающие объективные процессе в природе или обществе происходящие независимо от воли людей с теми законами которые издаются правительствами то есть научные законы и законы которые издаются правительствами это абсолютно разные вещи и смешивать он говорит их ни в коем нельзя ни в коем случае и говорит далее что марксизм понимает законы науки все равно идет ли речь о законах естествознания там законах физики там или законах общественных законах политической экономии это все отражение объективных процессов которые происходят независимо от воли людей то есть и законы экономики это законы которые происходят независимо от воли людей и он утверждает что эти люди могут открыть эти законы познать их изучить их учитывать их своих действиях использовать их в интересах общества но они не могут изменить или отменить их тем более они не могут сформировать новые законы науки то есть от людей не зависит формирование и изменение новых законов и далее значит он переходит к тому что пытается привести примеры подтверждающие этот его тезис и говорит что результаты действий законы природы результаты действия сил природы вообще можно считать неотвратимыми что разрушительное действие сил природы везде всегда приходят происходят со стихийно неумолимой силой не поддающийся воздействию людей и утверждает что это не это еще не будет неправильно будет мнением и если говорит исключить какие-то допустим астрономические геологические допустим какие-то там землетрясения или извержение вулканов и какие-то аналогичные процессы где люди хотя и познали законы их развития действительно бессильно на них повлиять но во многих случаях люди познав законы природы учитывая их и опираясь на них умело применяя используя их могут ограничить сферу их действий дать разрушительным силам природы другое направление обратить разрушительные силы природы на пользу общества то есть он предлагает законы не отвергать опознавать и учитывать эти законы так чтобы действие этих законов обратить на не на разрушение а на пользу общества и приводит конкретный теперь пример вот в древнейшую горит эпоху разлив больших рек наводнения уничтожение связи с этим пассивов считались неотвратимым бедствием однако с течением времени с течением с развитием знаний когда люди научились строить плотины и гидростанции оказалось возможным отвратить бедствие наводнений казавшиеся ранее неотвратимыми ну говорит при этом что значит ли это что люди тем самым отменили законы природы законы науки создали новые законы нет не значит дело в том что вся эта процедура предотвращение действий разрушительных сил и использование их интересах общества без какого бы то ни было нарушения изменения или уничтожения законов науки без создания новых законов то есть все это вся эта процедура осуществляется на точном основании законов природы законов науки ибо какое-либо нарушение законов природы малейших нарушения привело бы лишь к расстройству дела к срыву каких-то процессов вот так он оценивает действия законов это законов природных законов то же самое говорит дальше сталин надо сказать о законах экономического развития все равно идет ли речь о периоде капитализма или о периоде социализм а здесь также как и в естествознание законы экономического развития является объективными законами отражающими процессы экономического развития из совершающиеся независимо от воли людей то есть экономические законы тоже совершаются независимо от людей. Люди могут открыть эти законы, познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах общества, дать простор этим законам или другим законам, пробивающим себе дорогу, но они не могут уничтожить или создать новые экономические законы. То есть люди не создают новых экономических законов. Одна из особенностей, далее говорит Сталин, политической экономии состоит в том, что ее законы, в отличие от законов естествознания, недолговечны, что они, по крайней мере, большинство из них действуют в течение определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам. То есть, если какие-то законы природы, там, допустим, закон всемирного тяготения действует всегда и непременно, то законы политэкономии действуют в течение какого-то исторического периода. Но они не уничтожаются, а теряют свою силу из-за новых экономических условий и сходят со сцены, чтобы уступить место новым законам, которые не создаются волей людей, а возникают на базе новых экономических условий. Значит, в подтверждение вот этого тезиса, этой мысли, он дальше говорит о том, что некоторые ссылаются на антидюринг Энгельса, на его формулу о том, что с ликвидацией капитализма и в обчисление средств производства люди получат власть над своими средствами производства. Они станут господами своей собственной жизни. Энгельс называет эту свободу познанной необходимостью. А что может означать познанная необходимость? Это означает, что люди, познав объективные законы, то есть эту самую необходимость, будут их применять вполне сознательно в интересах общества. Поэтому дальше он говорит, что формула Энгельса говорит отнюдь не в пользу тех, которые думают, что можно уничтожить при социализме существующие экономические законы и создать новые. Наоборот, она требует не уничтожения, а познания этих экономических законов и умелого их применения. Вот так он говорит об форме и необходимости существования этих экономических законов. Далее, говорят, что экономические законы носят стихийный характер, что действия этих законов являются неотвратимыми и что общество бессильно перед ними. Опять он утверждает, что это неверно. Это фетишизация законов, отдача себя в рабство законом. Доказано, что общество не бессильно перед лицом законов, что оно может, познав экономические законы и опираясь на них, ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и оседлать их. Это слово он здесь дает в кавычках оседлать. Как это имеет место в отношении сил природы и их законов? Как это имеет место в приведенном примере о разливе больших рек? Значит, далее по поводу законов экономических он говорит следующее, что ссылается на особую роль советской власти, которая якобы дает возможность уничтожить существующие законы экономического развития и сформировать новые. Здесь он по этому поводу говорит, это тоже неверно. Особая роль советской власти объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что советская власть должна не заменить одну форму эксплуатации другой формой, как это было ранее, в предыдущих формациях до социализма, в старых революциях, а ликвидировать всякую эксплуатацию. И во-вторых, тем, что ввиду отсутствия в стране каких-либо готовых зачатках социалистического хозяйства, она должна была создать на пустом месте новые социалистические формы хозяйства. Эта задача, конечно, трудная и сложная, но советская власть выполнила эту задачу, утверждает Сталин, не потому, что как будто бы уничтожила существующие экономические законы и сформировала новые, а лишь потому, что она опиралась на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил. То есть экономические законы зависят от этого очень важного фактора, соответствуют ли производственные отношения характеру производительных сил. И говорит, что производительные силы нашей В нашей стране, особенно в промышленности, имели общественный характер. Форма же собственности была частная, капиталистическая. Опираясь на экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеропроизводительных сил, советская власть обобществила средства производства, сделала их собственностью всего народа и тем уничтожила систему эксплуатации, создала социалистические формы хозяйства. То есть, не будь такого закона и не опираясь на него, советская власть не смогла бы выполнить свои задачи. Вот тех задач, которые он сказал, что ликвидация эксплуатации и создание зачатков социалистического хозяйства. То есть, продолжает он эту мысль, экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеропроизводительных сил давно пробивает себе дорогу в капиталистических странах. Если он еще не пробил себе дорогу и не вышел на простор, то это потому, что он встречает сильнейшее сопротивление со стороны отживающих сил общества. Здесь мы сталкиваемся с другой особенностью экономических законов. В отличие от законов естествознания, где открытие и применение нового закона происходит более-менее гладко, в экономической области открытие и применение нового закона встречает сильнейшее сопротивление со стороны старых отживающих сил. То есть, действия законов и их влияние реализуются через человеческие отношения. Он к этой мысли подводит сюда и говорит, что нужна, следовательно, сила, общественная сила, способная преодолеть сопротивление этих сил, отживающих старых сил. Такая сила нашлась в нашей стране в виде союза рабочего класса и крестьянства, представляющих подавляющее большинство общества. В этом секрет того, что советской власти удалось разбить старые силы общества, а экономический закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил получил у нас полный простор. Вот такую он оценку дает этому закону соответствия. Далее, он говорит, что необходимость планомерного развития народного хозяйства дает возможность советской власти уничтожить существующие и создать новые экономические законы. И говорит, что это, опять же, совершенно неверно. Нельзя смешивать наши годовые и пятилетние планы с объективным экономическим законом планомерного пропорционального развития народного хозяйства. То есть, если в социализме существует закон планомерного развития народного хозяйства, но сами планы нельзя с этим законом смешивать. Закон планомерного развития возник как противовес закону конкуренции и анархии производства при капитализме. Он возник на базе об обществлении средств производства после того, как закон конкуренции и анархии производства потерял силу. То есть, вместо законов, действовавших при капитализме анархии и конкуренции, в социализме действует закон планомерного развития народного хозяйства. И он вступил в действие потому, что социалистическое народное хозяйство можно вести лишь на основе экономического закона этого планомерного развития. Это значит, что закон планомерного развития народного хозяйства дает возможность нашим планирующим органам правильно планировать общественное производство. Но предупреждает, что такую возможность нельзя смешивать с действительностью. И вы помните, целый ряд примеров можно привести, когда действительно у нас планирование временами далеко не соответствовало этой возможности. Это, как говорит Сталин, две разные вещи, то есть возможность и действительность. Чтобы эту возможность превратить в действительность, нужно изучить этот экономический закон, нужно овладеть им, нужно научиться применять его с полным знанием дела, нужно составлять такие планы, которые полностью отражают требования этого закона. Далее, что еще? Иосиф Сергеевич переходит к следующей мысли. Говорят, что некоторые экономические законы, в том числе и закон стоимости, действующий у нас при социализме, являются преобразованными и даже коренным образом преобразованными законами на основе планового хозяйства. То есть, опять он продолжает ту дискуссию, которая была в ноябре 1951 года, там, где говорили, что законы эти, то есть советская власть преобразовала некоторые законы. Это, говорит, тоже неверно. Нельзя преобразовать законы, да еще коренным образом. Если можно их преобразовать, то можно и уничтожить, заменив другими законами. Тезис о преобразовании законов есть пережиток. Хотя формула о преобразовании экономических законов давно уже вошла у нас в обиход, придется от нее отказаться. Можно ограничить сферу действия тех или иных экономических законов, можно предотвратить их разрушительные действия, но нельзя их преобразовать или уничтожить. Следовательно, когда говорят о покорении сил природы или экономических сил, о господстве над ними и так далее, то этим вовсе не хотят сказать, что люди могут уничтожить законы науки или сформировать их. Наоборот, этим хотят сказать лишь то, что люди могут открыть законы, познать их, овладеть им, научиться применять их с полным знанием дела, использовать их в интересах общества и таким образом покорить их, добиться господства над ними. И вот рассмотрев вот эти вот как бы законы основные, которые действуют, экономические законы действовали на тот период, когда шла дискуссия в 1951 году, он делает такой вывод, что законы политической экономии при социализме являются объективными законами, отражающими закономерность процессов экономической жизни. С совершающимися, независимо от нашей воли. Люди, отрицающие это положение, отрицают, по сути дела, науку. Отрицая же науку, отрицают тем самым возможность всякого предвидения. Следовательно, отрицают возможность руководства экономической жизнью. Вот, сделав такой вывод, он как бы интересно переходит, говорит такие заключительные две фразы. Мне, говорит, могут сказать, что все сказанное здесь правильно и общеизвестно. Что здесь нет ничего нового и что, следовательно, не стоит тратить время на повторение общеизвестных истин. Конечно, здесь ничего действительно нет нового, но было бы неправильно думать, что не стоит тратить время на повторение некоторых известных нам истин. Дело в том, что к нам, как к руководящему ядру, он имеет в виду партию, каждый год подходят тысячи новых молодых кадров. Они горят желанием помочь нам, горят желанием показать себя, но не имеют достаточного марксистского воспитания. Не знают многих нам хорошо известных истин и вынуждены блуждать в потемках. Они ошеломлены достижениями советской власти, им кружат голову необычайные успехи советского строя, и они начинают воображать, что советская власть все может, что ей все ни по чем, что она может уничтожить законы науки, сформировать новые законы. Я думаю, что систематическое повторение так называемых общеизвестных истин, терпеливое их разъяснение, является одним из лучших средств марксистского воспитания этих товарищей. Вот так он заключает первый вопрос, который он назвал, как я вам говорил, что о характере экономических законов при социализме. И следующий вопрос, который он будет рассматривать или рассматривал в этой работе, это вопрос о товарном производстве. Я думаю, что вопрос о товарном производстве мы рассмотрим уже на следующем занятии. Как рассматривался товарный вопрос при социализме. То есть роль товарного производства при социализме, отличие от капиталистического товарного производства, рассматривает он. Ну вот, собственно, у меня все.